привет народ вот он я заросший бородатые шапочки долго не было роликов зима потому что другие дела зимой как-то не получается у меня вот туда-сюда мотоциклы выкатывает закатывать показать его может что там на улице творится у нас тут ну короче вон 25 градусов сегодня до 30 будет несколько дней держаться так какие изменения изменения у меня вот свеженькая партия сегодня очень много на переделку очень много сегодня пришло надо этим заниматься вот еще седла надо снять ролик но вот у меня срочная работа мне привезли вилку вилку от редкого мотоцикла honda cbr 750 1080 1980 восьмого что ли дабы не соврать года по-моему такой очень старый мотоцикл но он как говорится достаточно технологичный у него вилка непростая здесь у него есть и воздушная подкачка есть у него вот такой блокиров блокиратор я первый раз такое вижу честно говоря я по схеме посмотрел в общем это такая штуковина когда мотоцикл когда ты тормозишь передним тормозом у него подсоединяется вот сюда тяга и в момент торможения она поворачивает вот эту вот очку она видимо там наверняка что-то ограничивает либо блокирует внутри то есть я так подозреваю что это я еще не раскручивал но по схеме вроде бы как в момент торможения переднее колесо она же должна клюнуть то есть морда вот а вот эта блокировочка она ограничивает клевок то то есть ты не слишком сильно он клюет видимо для этого сделано я так себе это представляю но позже я туда сунуть посмотрю все как это делается у меня заказ поступил вот на сальник это у нас как его бронзовые втулки вроде бы с чего они тут у нас с тефлоновым покрытием сальники пыльники в общем вот это одна нога и вторая нога вот я вам показываю такое масло здесь вилку наверное очень давно не трогали надо было намного раньше ее перебрать и поменять знаете тут уже и алюминиевая стружка взвесена уже такими хлопьями ну и масло черное такого масла в вилке вообще в принципе быть не должно я вот вам скажу так что на нормальных хороших новых вилках при нормальной эксплуатации вы за 30000 из прозрачного масла сделаете чуть-чуть серенькое то есть оно будет тоже прозрачное но чуть-чуть темнее вот за 25-30 тысяч если вы нормально ездите на мотоцикле вот то есть вот такое масло я подозреваю что это вообще в принципе не меняли ни разу ну или один раз вот мотоцикл я не знаю сколько этим мотоцикл успевают проходить за свои грубо говоря 30-40 лет но подозреваю что если мы на мотоцикле проехали миллион километров ну к примеру или 500 тысяч там если у него там 10 хозяев было ли сколько ли 20 вот я не конкретно про этот мотоцикл я общего в принципе вот может быть если повезет ну пару-тройку раз масло вилки заменят но тем не менее эти мотоциклы они видимо раньше делались с таким запасом прочности материалы стали здесь настолько выдержаны по гостам что они спустя 30-40 лет в приличном состоянии внешний осмотр ног поверх ну при предварительно я посмотрел на ноги они в нормальном состоянии то есть ко мне приезжали мотоциклы намного более хуже состояние было побитые кривые всякие сцарапанные ноги были здесь нормально здесь я уверен что мы заменим сальники пыльники и ноги эти будут еще как говорится гулять нормально вот но вы посмотрите да вот такого в принципе мне за 30 тысяч километров пробега на доминаре не удалось достичь то есть когда я первый раз сунулся там 27 примерно было тысяч пробега и когда я менял первый раз масло оно было слегка чуть-чуть потемневшие вот я залил его на основу то есть сме сменил она стала снова прозрачная что надо сколько ездить на этом масле я вообще не представляю что должно быть это ведь чернота и вот это вот зверь алюминиевая которая плывет это ведь все износ это продукты износа это тефлона это тефлон стирается это алюминий он черноту дает ну это все износ да ладно в общем я наверное только вкратце вам покажу вот здесь вот такие вот элементы поношенные винты которые были снизу мы будем считать что это болты потому что они в гайку скручиваются они в деталь болты у них тоже очень подозрительное было посадочное место чудом я открутил шестигранником я конечно заказал торекс и вроде бы там и шестигранник короче ничего не понятно один болт с одной глубиной другой болтов в другом переезд другой глубиной в общем достаточно надо было применить сноровку чтобы открутить их я открутил вот сейчас сливаю буду разбирать ногу буду примерять сальники пыльники клиенту очень нужно знать подойдут они не подойдут ну в общем я то хотел вам показать что вот видите сюда очень-очень давно кто-то не лазил точнее очень давно сюда лазили скорее всего ладно ну надо сказать вилка разобралась сальники вышли очень легко чувствуется что похоже на оригинал я не удивлюсь если тут вообще вилку не трогали никогда ну хотя такого быть не может наверно в общем ладно досталось нормально три легких толчка и все вышло хочу обратить ваше внимание посмотрите какие хлопья да это вот все выработка это вот все металлическая стружка видите такая каша вот она это все металл в перемешку со смазкой выработанной из какая каша она все внизу скапливается это очень давно не занимались вилкой ну прикольно я такого давно не видел честно говоря первый раз такой колечко тут очень сильно ржавая но но еще поработает я думаю пыльники уже от старости развалились металлическая часть армирующая внутри она уже сгнила и заржавела круто вообще я удивлен что ноги в таком состоянии ну что значит качество металла да сколько там содержание хрома балдеть и того товарищи осмотрел я одно перо которое самое простое здесь хотя бы было масло его было ну так сказать немного но нормально вот у нас здесь чего видите тефлон стертый направляющий изношенная полностью направляющие очень хорошо что есть новый комплект на замену но комплект не совсем подходящий вот это вот новая здесь уже тефлончик серенький есть она нормально устанавливается туда на ногу а вот 2 это она толстая толстая какая должна быть но она очень высокая здесь должна быть вот такая вот на почти два раза высота у нее меньше ну будем искать как говорится необходимую высоту но если не найдем то ну можно будет вот эту вот обрезать на токарном станочке подогнать в общем на ногу она одевается но стакан заходит очень плотно поэтому надо будет ее подгонять сделать это можно но лучше найти вот такую кольца есть в комплекте шайбочки раздавлены сливные болты которые держат винты болты я почему говорю что проблемные вот эти болты потому что видите у них как будто бы под торакс они были раньше но шестигранниками его раздолбали и он уже принимает шестигранник вот но видно у него вот эти вот кусочки то сердцевинка то серединка то под этот под торкс у меня идут два торкса 50 и 55 сюда по моему 50 попадает нормально но 55 еще заказал биты длинные думал не раскручу но итоге раскрутил немножко какой-то фиксатор есть на кончике мне так кажется видите ну короче шестигранником изначально видимо это торкс был но может просто такая хит хитро посадочное место под шестигранник не знаю ну короче ладно открутилась и закрутится наверно дальше а нога конечно потасканная где-то тут вот место то где терлась основное видно следы но в целом нога нормальная вот 2 нагата из нее практически масло не слилось вообще практически не слилось масло здесь у нас пробочка чуть получше состоянием через которую мы тут воздух накачиваем здесь конечно посмотрите вам какая грязь и обычно пальцами не трогаю такое это все осадок это все смазка в перемешку со струской а здесь махровая многовековая ржавчина здесь не было масла в этой ноге практически чуть-чуть его было совсем но сюда видимо попадала вода и она начала вот это вот это дело все убивать видите прямо капец просто жесть точно такие же пыльники сальники я сейчас снимать буду ну и вот это устройство поворотная которая видимо блокирует внутри там механизм ну ладно сейчас все откроем прочистим работа то предстоит конечно такая вот история так кружок очумелые ручки продолжает свою работу в общем достал я вторую ногу есть вот такая вот направляющая интересная красивая здесь уже тоже тефлона нет там внутри наверно тоже здесь у нас уже заусенцы кривая шайба какая-то алюминиевая на ней были вот такие вот пластинки металлические очень похожи на пружинные кривые вот такие вот они просто были насыпаны вот туда вовнутрь туда далеко там у нас болото все хлюпает осадок очень большой очень много стружки в перемешку с смазкой вот но там уже металлических колец никаких нету я туда слазил магнитиком достал вот эти вот колечки ну что же надо разбираться что вот это вот у нас за шайба такая которая поврежденная видите поврежденная да уж ну история в общем поначалу то я думал что это имеет отношение к левку вилки но пока понять не могу чуть такое кто знает напишите я конечно это все помою когда раскручу вот и посмотрю чему отношениями ну что внутри я заглядываю там вообще ничего она просто вращается и туда и сюда там внутри ничего не происходит может это внешне просто какой-то шарнир я первый раз такое вижу не знаю зачем это нужно ну разберу по моему посмотрю и когда я раскручу вот эту крышечку будет понятно уже имеет ли она отношение к внутренностям или нет этот вращающийся штуковинка такая так что еще хотел сказать нет наверно все пока ну ладно сегодня у меня видео не особенно про вилку я просто так вам показываю что чем я занимаюсь то все про работу да про работу то у меня не столько работа сколько хобби вот что касательно вилки хочу немножко подытожить мотоцикл 36 лет вот вилка немножко проблемная конечно хозяин любит старается все это восстановите запчасти ищет и так далее но запчасти тоже найти не больно то с этой вилкой придется придется уменьшать купленная высоту купленных этих вот наших направляющих до 12 миллиметров 1.9 12 миллиметров надо будет это обрезать это делается не ножовкой и напильником на токарном станке не так все просто вот но в целом я посмотрел у нас сальники пыльники подходят они конечно немножко не то немножко мозги уже кочкают при одевании но сделаю я хватит у меня ума вот все это помоется сюда резинки на крышку новые будут ставятся тут они у нас тоже в комплекте новые стопорные колечки резинки и у нас идут уплотнительные шайбы медные но они тоже цвета не меди какой-то бледная сборку я показывать не буду все это кропотливая работа все это моется сушится продувается сейчас у меня благо есть хороший компрессор который можно продуть от души ну и надо разобраться вот с этим устройством еще будет что тут происходит и что это за шайбы работенки хватит